Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем читать книгу Экклесиаста или Проповедника. Третья глава начинается словами «Всему свое время». Слова очень известные и распространенные. И дальше Экклесиаст поясняет «Всему свое время и время всякой вещи под небом». «Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженные. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни». Это тоже очень известная фраза. «Время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Этот первый отрывок третьей главы дает понимание некой житейской мудрости. То есть, действительно, с точки зрения житейской мудрости, есть всему свое время. Время любить и время ненавидеть. Время насаждать и время вырывать посаженные. Время собирать и время разбрасывать камни. Время войне и время миру. Человек мудрый понимает, в какой момент необходимо совершить одно действие, в какое другое. Мудрый житейский человек понимает, в каких жизненных обстоятельствах нужно поступить по своим принципам, а в каких нужно поступиться своими принципами. Мудрый житейский человек понимает, когда есть время давать жизнь, а когда есть время забирать ее. Но эта житейская мудрость для человека, который знает Священное Писание, который старается согласовывать свою жизнь с заповедями Божьими, представляется очень странной. Что это за время ненавидеть и время войне? Что это за время вырывать посаженные и время разрушать? Что это за время разбрасывать камни? Неужели Библия благословляет ненавидеть, убивать? Неужели Библия предлагает нам не созидать в какие-то моменты жизни, а разрушать то, что мы созидаем или то, что созидает Бог? На самом деле нет. Потому что в начале этой главы, в первом стихе, мы видим два слова, которые объясняют весь этот отрывок. Время всякой вещи под небом. Здесь, в третьей главе, мы увидим, как Екклесиаст переходит от плоскости земной к вечности. Переходит от рассказа о житейской мудрости к размышлениям о вечном, к размышлениям о Боге. И мы видим, что у Екклесиаста есть как бы две реальности. Реальность под небом и реальность над небом. Реальность под солнцем и реальность над солнцем. Для Екклесиаста все, что происходит под солнцем и все, что происходит под небом, это материальный мир. И везде, где он говорит «под небом» или «под солнцем», он как бы говорит «давайте ненадолго представим, что духовного мира не существует и что Бога в нашей жизни нет». И действительно, если Бога в нашей жизни нет, и если нет вечности, и если нет суда Божьего, и если нет духовной жизни, то действительно в какое-то время уместно любить, а в какое-то ненавидеть. И в какое-то время уместно жить в мире с человеком, а в другое – воевать. В какое-то время уместно дать жизнь и в какое-то забрать ее. В какое-то время уместно строить, а в какое-то разрушать. Житейская мудрость входит в противоречие с мудростью божественной. И если мы осознаем, что экклесиаст не случайно говорит здесь слова «под небом», он как бы говорит «представим себе, что мы живем в мире, где нет Бога», то тогда действительно всему свое время. Время любить и время ненавидеть. Но если Бог есть, если суд Божий, то есть размышления Божии о мире есть, если законы духовного мира существуют, то тогда только время насаждать, только время врачевать, только время радоваться, собирать камни, обнимать, любить и время миру. Потому что контекст духовной жизни привносит свой смысл в жизни человека. В этом случае человек уже не может в определенных обстоятельствах поступить по своим принципам, связанным с духовным миром, а в другой ситуации от этих принципов отказаться. Потому что если Бог существует, если у Господа Бога есть свое мнение на мир и на то, что в этом мире происходит, и если есть у Него видение наших поступков, что есть добро и что зло, то тогда для нас не существует времени, в которое мы можем убивать, ненавидеть и разрушать. А о том, что экклесиаст сознательно разделяет пространство под небом и пространство духовной жизни, мы узнаем из дальнейшего текста этой главы. Он говорит дальше, что пользы работающему от того, над чем он трудится. Ну, этот мотив мы уже слышали в предыдущей главе. «Видел я эту заботу, которую Бог дал сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том, все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Здесь стоит остановиться. Здесь опять говорится про то, что Бог создал все в свое время. Каким же образом здесь экклесиаст говорит, что созданное в свое время – это хорошо, и что Бог очень премудро сделал так, что все происходит в свое время. А с другой стороны, как мы можем рассматривать предыдущий отрывок в том понимании, что он противоречит законам духовной жизни. Здесь очень важно присмотреться к словам, очень внимательно услышать проповедника, услышать экклесиаста. Он говорит, «Все, что соделал Бог, прекрасно в свое время, и Господь вложил мир в сердца людей». Если перед этим он говорит про пространство жизни без Бога, под небом, то действительно там есть место и ненависти, и разрушению, и убийству в то время, которое удобно. Но есть пространство жизни с Богом. И в этом пространстве человек не решает, когда время для одного, и когда время для другого. Потому что если человек живет без Бога, без вечности, без духовной жизни, он своим умом и вполне правильно, со своей точки зрения, решает, что сейчас время дать жизнь, а сейчас время забрать. Что сейчас время утешить, а сейчас время человеку сделать больно. Но если мы переходим к контексту вечности, если над нами это небо открывается, и если мы видим за ним Бога, то мы понимаем, что человеку не положено решать чему, что должно происходить в какое время. Это делает Господь. И если это делает Бог, тогда все соделывается прекрасным в свое время. И мир вкладывается в сердца людей, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Если человек позволяет Богу быть непонятым, позволяет Богу быть непознаваемым, необъяснимым, позволяет Богу делать все в свое время, как он это видит, то тогда, во-первых, все становится прекрасным, а во-вторых, в сердце человека вкладывается мир. Вот тот самый мир, который Экклесиаст будет искать на протяжении всей книги. По большому счету, третья глава, она раскрывает драматургию всего повествования. После этого книгу становится читать понятно. Первые две с половиной главы мы читаем, не понимая, к чему он ведет. Почему он говорит, что все плохо? Почему он говорит, что плохо и мудрость, и глупость, и знание, и отсутствие знаний? Почему он говорит, что и приобретение, и не приобретение богатства – это одно и то же? Почему он говорит, что бессмысленно и приобретение вещей, и приобретение знаний, и умение делать совершенно разные дела? Почему все это суета, почему это все бессмысленно? Да потому что он говорит про пространство под небом. Про пространство, в которое человек не хочет пускать Бога. Ведь каждый из нас может жить под небом и под солнцем, а может жить под Богом. И этот выбор делает каждый человек. И когда человек решает жить без Бога, а под солнцем, тогда действительно он устанавливает время для одного и для другого. И с точки зрения житейской мудрости, он прав, когда находит время любить и время ненавидеть. Но если человек имеет мужество выйти из этого пространства под небом, раскрыть для себя небо и прикоснуться к вечности, тогда он учится доверять Богу решать, что должно происходить в какое время. А Господь уже не устраивает человеку таких событий, которые были бы ему вредны. Если мы проникли в пространство вечности и познакомились с Богом, мы знаем, что все, что делает Господь, способствует к нашей жизни, к радости и миру, который Господь вкладывает в наше сердце, если мы позволяем всему происходить не по своему времени, не по своему решению, а по времени Божьему. И вот дальше говорит Экклесиаст. «Познал я, что нет для них, то есть для людей, ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей». Если взять этот стих в отрыве от контекста, он представляется очень странным. Ну, вроде как бы веселись, будь добрым человеком, и все у тебя будет хорошо. Но не об этом говорит Экклесиаст. Он говорит, если мы позволяем Богу проникнуть в свою жизнь, и если мы доверяем Ему производить все в свое время, то есть если есть доверие Богу, вера как доверие Богу, тогда нет ничего лучше, чем веселиться и делать доброе. То есть, как говорил один христианский проповедник, эти слова часто приписываются блаженному Августину, «люби Бога и делай, что хочешь». То есть, действительно, если ты любишь Бога, если ты доверяешь Богу, значит, ты стараешься исполнить Его заповеди. А в остальном тебе остается только радоваться и делать доброе. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Опять же, этот стих без контекста звучит странно. Человек ест и пьет и получает удовлетворение от труда своего, и вот в этом вроде как дар Божий. Но на самом деле это тот человек, о котором говорится вот в предыдущих стихах. Человек, который живет не в пространстве под небом, не в пространстве без Бога. Для него Бог существует. Для него законы Божьи в мире работают. И в случае, если он Богу доверяет, то тогда, когда он ест и пьет и видит доброе от своего труда, тогда он понимает, что это дар Божий. И 14 стих 3 главы, об этом мы упоминали в предыдущих беседах, это ключ книги Экклесиаста. Это то место, где проповедник из горизонтальной плоскости прорывается наверх. Он говорит, познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом его. Вот здесь в этом стихе идет противопоставление многим другим моментам из книги Экклесиаста. Экклесиаст постоянно говорит, что все временно, все суета, все проходит как пар и как ветер. Но то, что делает Бог, то пребывает вовек. Получается, что такое суета? Суета – это все, что делает человек. Когда человек делает это сам, без Бога. Когда человек живет в пространстве, где для него Бога не существует. Тогда действительно все суета. И это пространство, и Экклесиаст называет пространство под небом или под солнцем. Но то, что Господь делает, то пребывает вовек. То не исчезает. То не забывается. То не требует никакого дополнения или улучшения. Потому что Господь делает все совершенно. К тому нечего прибавить, от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом его. Что это значит? Господь не заставляет людей благоговеть перед ним. Но Господь так устраивает нашу вечность и так устраивает нашу жизнь, если мы с Богом познакомились и мы доверились, что человек сам хочет благоговеть перед лицом Божиим. Благоговеть не в смысле ужаса, а благоговеть, как благоговеют перед тем, кого очень любят и ценят. Господь делает так. Он не заставляет. Он делает так. Он так все устраивает, говорит Экклесиаст, чтобы люди хотели благоговеть перед лицом его. Что было, то и теперь есть, говорит Экклесиаст. И что будет, то уже было. И с этой мыслью мы уже встречались. Но здесь, в этой главе, эта мысль получает неожиданное развитие. И Бог воззовет прошедшее. То есть, Экклесиаст говорит, все, что ты сделал, человек, в этой жизни, все забудется и все уйдет и все разрушится. Но если ты живешь в пространстве под небом, если человек живет с Богом, то Бог воззовет прошедшее. Это значит, что в глазах Божьих не забыто ни одно доброе дело, ни один труд, ни одна печаль человека. И Господь сделает все возможное, чтобы воздать человеку за все его труды, за все его усилия и за все то доброе, что он сделал в жизни своей. Вот такой удивительный переворот в книге Экклесиаста наступает вот в этой третьей главе, которую мы сейчас с вами разбираем. Об этом можно много говорить, но, наверное, каждый читатель, получив такой ключ, получив такое видение книги Экклесиаста, сможет, перечитав строчки проповедника, глубоко раскрыть для себя эти стихи и получить намного больше мыслей, чем мы сейчас можем озвучить в нашей беседе. Дальше Экклесиаст возвращается в пространство под солнцем, в пространство без Бога и говорит, а теперь снова давайте на минуту представим, что Бога и вечной жизни нет. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. «И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Эти слова очень важны для нас, потому что мы сталкиваемся с несправедливостью постоянно. Мы видим, что есть место суда, и там беззаконие, есть место правды, а там неправда. Более того, люди говорят, вот, приходишь в церковь, а к тебе относятся как-то совсем не по-христиански. Человек может столкнуться даже со священником, который отнесется к нему с пренебрежением или с раздражением. Если человек считает, что он живет в мире, где самое важное – это то, что под солнцем, тогда для него это непреодолимое препятствие для того, чтобы начать церковную жизнь. Но если человек приходит в церковь к Богу, если он не живет закрытый в материальном мире, если он не ждет от церковных, в том числе людей, просто удовлетворение своих потребностей, если он ищет Христа, тогда он прекрасно понимает, что да, бывают и в церковной жизни даже, не говоря уже про жизнь светскую, где эта несправедливость огромное количество, но даже и в церковной жизни бывает несправедливость, бывает место вещам, которые сложно понять, сложно осознать, и с которыми даже невозможно примириться, потому что бывали в истории церкви и откровенно страшные страницы. Но когда человек живет в пространстве, где есть Бог, тогда он понимает, что и праведного, и нечестивого в конце концов будет судить Господь, и что, как говорит экресиаст, есть суд над всяким делом там. Хотя и в нашей земной жизни уже Господь часто дает воздаяние праведникам и наказывает грешников, но мы знаем, что в конце концов окончательный и праведный суд Божий будет, как говорит экресиаст, там, в пространстве над небом, в пространстве вечности. И когда мы знаем, что есть вечность, и когда мы общаемся с Богом, и когда мы Ему доверяем, мы готовы допустить, что в мире будет несправедливость, потому что Господь в конце концов ни одну несправедливость не оставит неразрешенной. И когда нам в жизни кажется, что у нас есть разные обстоятельства жизни, которые несправедливы по отношению к нам, мы знаем одно, что когда мы пристанем перед Богом, и Он расскажет нам свое видение нашей жизни, нам не удастся Его упрекнуть ни в одной несправедливости. Хотя бывают несправедливыми люди, бывают сложные жизненные обстоятельства, но Господь по отношению к нам несправедлив не бывает никогда. И когда мы смотрим вокруг нас и видим несправедливость, и не только по отношению к нам, но и по отношению к другим людям, мы, конечно же, не должны с этим мириться, потому что любовь к ближнему подразумевает, что мы стараемся этому ближнему помочь, поддержать и защитить его. Но наше сердце должно быть спокойным, потому что мы знаем, что даже там, где мы не можем вмешаться, или там, где мы не сможем добиться справедливости, в конце концов, эта справедливость восторжествует. Потому что есть не только пространство материальной и временной жизни под небом и под солнцем, но есть жизнь вечная, есть пространство мира духовного, и есть суд Божий. «Сказал я в сердце своем», говорит дальше Экклесиаст, «о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог». То есть, как бы попросил, Господи, испытай сынов человеческих, чтобы они видели, что они сами по себе животные. Очень интересные слова. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвращается в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю? Очень важный момент. Экклесиаст говорит, Господи, помоги людям понять, что сами по себе, а это очень важные слова, сами по себе, они животные. Что значит «сами по себе»? Да «сами по себе» – это значит в отрыве от Бога. Когда человек становится во главе всего, когда человек считает, что центр его жизни – это он сам, когда он сам по себе, тогда по сути он ничем не отличается от животного. Да, это животное прямоходящее. Да, это животное интеллектуально развитое. Да, это животное, которое умеет делать всякие интересные штуки и заниматься творчеством. Но в конце концов, так же, как любое животное, его дыхание прекратится, и тело его уйдет в землю. И вот если человек жил сам по себе, то тогда действительно он не знает, восходит ли дух к Богу, исходит ли дух животного в землю, как говорится об этом в Священном Писании. Более того, экклисиаст абсолютно искренне говорит, что этого никто не знает, потому что в Ветхом Завете так и было. До момента смерти никто не мог узнать, узнать вообще, что такое духовная жизнь, что такое духовный мир. Человек проникал в пространство духовного мира и с удивлением обнаруживал, что да, действительно, но там все есть такое. Но до смерти человеку приходилось просто верить. Просто вот Господь сказал, и я просто безоговорочно, без доказательств в это верю. И когда святые Нового Завета, святые Нового Времени, христианские святые, рассуждают об этом, они говорят, что у христиан сейчас есть преимущество, потому что экклисиаст действительно не мог быть уверен в том, что дух человека после смерти отойдет к Богу. А в реальности Нового Завета все совершенно по-другому. После того, как Христос пришел на землю и совершил спасение людей, у человека есть возможность проникнуть в Царствие Божие уже сейчас, живя на земле. Потому что Господь говорит, «Царство Небесное внутрь вас есть, не посреди вас, как можно было бы сказать, но внутри вас, внутри вашего сердца». Когда человек становится христианином, когда он получает новую жизнь от Бога, тогда в меру своих небольших сил он уже проникает в реальность духовного мира. И тогда, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, как может наследовать Царствие Божие человек, как может он туда войти после своей смерти, если он не почувствовал этого Царствия Божьего в своей жизни? Или, как говорит святитель Григорий Палама, «плох тот христианин, который не уверен в своем спасении». О чем он говорит? Неужели каждый из нас, став христианином, навсегда записывается в книгу жизни и может уже ничего не делать? Конечно, нет. Святитель Григорий говорит о том состоянии, в котором должен находиться христианин. Если мы живем с Богом и мы находимся в этом состоянии Богообщения, в состоянии Царствия Божьего, настолько, насколько хватает наших сил, то мы находимся в состоянии спасения. И несмотря на то, что человек может отпасть, может выпасть из этого состояния спасения, из этого состояния Царствия Божьего, но этот опыт, в который мы возвращаемся через покаяние, доступен нам уже сейчас. И никто из нас уже не верит вслепо в то, что после смерти дух человека отойдет к Богу. Потому что уже сейчас в нашей земной жизни мы, христиане, имеем возможность приобщаться Царствию Небесному настолько, насколько хватает наших сил. И мы не просто слепо доверяем тому, что сказано в Священном Писании, но уже и имеем определенный опыт Царствия Божьего, которое проникает в наше сердце. И вот и крестьяст говорит, как было бы хорошо, чтобы все люди поняли, что сами по себе, то есть без Бога, они животные. И то, что как животные умирают, они тоже отойдут в землю. И если человек считал, что нет духовной жизни, то он подписывается под тем, что он согласен с судьбой обычного животного. И так, заканчивается глава словами Экклесиаста, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него. О чем здесь говорит проповедник? В этой главе мы вместе с Экклесиастом вышли в пространство вечности, в пространство над небом, и увидели разницу между жизнью человека без Бога и жизнью человека с Богом. Так вот, для человека, который эту вечность познал, который не живет в пространстве под солнцем или под небом, для него нет ничего лучше, чем наслаждаться делами своими. Потому что какие дела у такого человека? Это дела благоугождения Богу, и это дела житейские, которые ценны в глазах Божьих. Человек понимает, что Господь видит каждый его труд и каждую заботу, и для него это ценно, и он это помнит. А то, что помнит Господь, то как раз пребывает вовек. Потому что самое страшное быть изглаженным из памяти Божьей, потому что то, чего для Бога не существует, не существует вообще. Если для Бога существуют наши усилия, если для Бога существуют наши труды, если Он все это видит и помнит, значит, они остались в вечности. И тогда человеку не важно, ему не нужно посмотреть на то, что будет после него, потому что он доверяет Богу и знает, что все, что произойдет после его жизни, тоже в руках Божьих. А то, что Господь устраивает в свое время, как мы читали сегодня, в этой третьей главе, все это делается прекрасным, и когда человек осознает это, когда человек осознает, что есть вечность, что есть жизнь с Богом, и дает Богу делать все в свое время, тогда он приобретает тот самый мир, который всегда ищет наша душа. и солнце, и в que �에 не ущет прийти, а и и л Sem